В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Транспортный коллапс последствия перекрытия улицы Симашко для жителей близлежащих домов. 872 дня в кольце немецких захватчиков у вечного огня почтили память жертв блокадного Ленинграда. Юбилейная экспозиция в художественной галерее открылась выставка работ учеников ДШИ номер 2. Далее расскажем обо всем подробно. 25 января закрыли движение по улице Симашко на участке от дома номер 8 до пересечения с улицы Зернова. Эти меры необходимы для проведения работ по расширению проезжей части до четырех полос. Уже в пятницу днем на Московской Зерново начал образовываться затора из автомобилей. Неудобства, связанные с перекрытием улицы, ощутили на себе и жители близлежащих домов. Со своей проблемой они обратились в рубрику «Городской дозор». Даже в разгар рабочего дня около дома номер 68 по улице Зернова трудно найти свободное парковочное место. А все потому, что двор в качестве стоянки используют как пациенты поликлиники, так и те, кто не смог припарковаться около своего дома. А некоторые автомобилисты и вовсе привыкли срезать здесь путь до Московской. Особенно актуально это стало после перекрытия «Симашка». По словам жильцов дома, за первые полдня машин во дворе стало в разы больше. Нам нужно сделать одностороннее хотя бы движение. Это невыносимо. И оттуда едут, и отсюда едут. Вот здесь вот детская площадка, детей вообще нельзя одних оставлять. Брошенные автомобили мешают управляющей компании должным образом очищать двор от снега. Чтобы после рабочего дня поставить машину около своего дома, жильцам нужно изрядно постараться, предварительно пропустив вереницу автомобилей, которые двигаются в обе стороны. Дороги узкие, встанут посреди, все машины будут у нас во дворе. Мы вообще задыхаемся. С той стороны машин много. Я понимаю, что, конечно, у всех машины. Ну а куда деваться? Надо же тут какие-то меры принимать. Бдительные жильцы решили написать письмо в администрацию. Собрали подписи. К инициативе собственников квартир 68-го дома присоединились и жильцы соседних домов. Для того, чтобы чиновники услышали о проблеме и рассмотрели ее на комиссии по безопасности дорожного движения, попросили помощи у депутата по своему округу. Указание дали нашему Денденкову. Он вообще у нас не появляется. Мы его вообще не видим. Для чего мы его выбрали, неизвестно. Как нам пояснил депутат Виктор Деденков, установить знаки одностороннего движения здесь нельзя, так же, как и полностью закрыть проезд. Дорога от первой поликлиники до Московской – дублер основной автомагистрали, которая в силу перекрытия «Симашка» сейчас очень перегружена. С этой проблемой народный избранник попытается еще раз обратиться к специалистам ДГХ и сотрудникам ГИБДД. Напомним, что в течение ближайшего года «Симашка» будет перекрываться в несколько этапов. Первый, от дома номер 8 до пересечения с улицы Зернова, закончится 25 марта. Канал 16 будет следить за развитием событий. 27 января исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Она длилась 872 дня и стала самым тяжелым испытанием для жителей города за всю его историю. В осажденном Ленинграде, по разным оценкам, погибло до половины всего населения. В знак памяти жертв блокадного Ленинграда в нашем городе прошел митинг у вечного огня. В нем приняли участие первые лица, ветераны, участники общественной организации «Дети войны», воспитанники военно-патриотических клубов, а также ученики школ города. Мы не знаем, что такое стоять в огромных очередях за хлебом, что мы не знаем, что это такое, когда близкие каждый день умирают и смерть ходит рядом. И дай бог ни нам, ни нашим детям, ни нашим внукам этого не узнать. Мы произносим «Ленинград» и сразу в памяти блокада. Это боль и слава. Это трагедия и мужество, которые проявили бойцы и жители города. По окончании митинга горожане возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». А в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов прошел торжественный прием жителей блокадного Ленинграда. Сегодня в нашем городе живет порядка 35 свидетелей тех страшных событий. Подробности в следующем репортаже. Галина Громова блокаду Ленинграда помнит с первого до последнего дня. Как рассказывает женщина о том, что в ее родной город пришла война, она узнала, стоя на балконе своего дома. Дело началось с того, что я случайно увидела, выйдя на балкон, самолет летел, такой какой-то зеленый, как фанерный. И не свастика была, а крестик черный. Он летел уже после того, как сбросил бомбы в склад пищевой наш, бадальские склады так называемые. Все то время, которое жители Гордона не ведержали оборону, Галина Георгиевна тогда еще совсем юная девочка вместе со сверстниками дежурила днем и ночью в подъездах и на крышах домов. Специальными щипцами она с подругами тушила небольшие зажигательные бомбы, которые сбрасывали немцы на мирный город. День снятия кольца блокады с Ленинграда она помнит во всех деталях. На улице кто мог, кто мог. Обнимались, целовали друг друга. Ну как радостно, конечно, было очень радостно, трогательно было. В канун 75-й годовщины в Центре социальной помощи провели торжественную встречу жителей блокадного Ленинграда и представителей городской власти. Каждый ветеран получил памятную медаль и цветы. А еще для тех, кто пережил страшные дни бомбежек и голода, ждал приятный сюрприз от правительства Санкт-Петербурга. С 15-летию, значит, Санкт-Петербург указ принял постановление каждому жителю блокадного Ленинграда по всей стране. Они собрали сведения и будут перечислены 7 тысяч рублей. Мы также подали заявку на каждого жителя нашего города на эту выплату. Каждый, кто пришел на этот торжественный прием, говорил о том, что этот праздник, как и День Победы, со слезами на глазах. А поздравляя друг друга, единогласно повторяли. Главное, чтобы подобное не повторилось. Во вторник, 29 января, в 20.10 на канале 16 пройдет прямой эфир с Александром Тихоновым. Глава города расскажет об итогах ушедшего года, поделится планами на год наступивший и ответит на вопросы горожан. Не упустите возможность задать свой вопрос главе города. Задать их можно разоранее по номеру редакции 60131. Этот же телефон будет доступен во время прямого эфира. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Управление социальной защиты населения сообщает, что компенсация за жилищно-коммунальные услуги всем саровским льготникам будет перечислена после 28 января. Как объяснили в ведомстве, в связи с задержкой поступления расчета, сумма единой денежной компенсации будет напечатана не во всех квитанциях, а во плате услуг ЖКХ. Саровская полиция объявила набор. Требуются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее образование и опыт службы в вооруженных силах. Более подробная информация по телефону 60581 и 60582. Также соискатели могут обращаться в 218-й кабинет здания Саровской полиции по адресу улица Советская, дом 1. 31 января на базе отдыха имени Гайдара откроется традиционный ежегодный фестиваль авторской песни «Зимородок-2019». По словам организаторов, в этом году показать свое мастерство и просто хорошо провести время приедут несколько сотен исполнителей из разных регионов страны. Фестиваль завершится в воскресенье 3 февраля большим финальным концертом. Саровченин завоевал золото Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования на минувших выходных завершились в шведском Ульрисахамне. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва Атом Артем Мальцев в составе команды «Россия-2» бежал в заключительный участок эстафеты 4 по 7,5 километров. В битве за первое место он уверенно обошел Сергея Устюгова, который представлял основную четверку национальной сборной. На третьей строчке педестала почета расположились норвежцы. Очередные случаи мошенничества зафиксировали саровские полицейские. В результате действий злоумышленников пенсионерка 44-го года рождения лишилась 20 тысяч рублей. Преступники обманным путем завладели информацией о банковской карте и без труда списали деньги со счета потерпевшей. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Самые серьезные правонарушения были связаны с кражами из торговых точек. В одном из продуктовых магазинов города было зафиксировано сразу четыре случая хищения товаров. Совершил их один и тот же человек. 17 января совершил хищение на сумму 928 рублей. 18 января 928 рублей. 20 января 888 рублей. И 21 января 464 рубля. Личность известная по камерам установили. Еще одна неприятная история произошла возле продуктового магазина на проспекте Ленина. А Саровчанка приехала за продуктами на велосипеде. Припарковав его около входа в магазин, она отправилась за покупками. Выйдя через несколько минут, двухколесного транспорта не обнаружила. И обратилась с заявлением в полицию. В этот же день, в ходе оперативно-рыскных мероприятий, велосипед был найден сотрудниками полиции во дворе дома 10 по улице Александровича. Практика часто такая бывает, когда велосипед берут покататься и бросают. То есть не с целью кражи или наживы, а именно с целью покататься. Вот в этом случае так и получилось. Кто-то взял, покатался и бросил. Минувшая неделя выдалась насыщенной для сотрудников ГИБДД. Самой актуальной темой стало перекрытие дороги по улице Семашко. Для оптимизации движения автомобилей на этом участке скорректирован режим светофора на Зерново, Московской и Музруково. А совсем скоро прибавят ремя зеленого света для водителей на светофоре возле больничного городка. Там этот светофор нужен для того, чтобы регулировать движение, в том числе и пешеходов на этом пешеходном переходе. Потому как без светофорного объекта там нельзя оставить пешеходов. Потому как первая поликлиника. Стражи дорог просят всех водителей с пониманием отнестись к друг другу и соблюдать правила дорожного движения. Ирина Вишегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Детская школа искусств номер 2 в этом учебном году отмечает свое 25-летие. За это время педагоги школы воспитали не одно поколение талантливых ребят, многие из которых связали свою жизнь с различными направлениями искусства. В честь юбилея в школе проходят различные мастер-классы, отчетные концерты, творческие встречи. Ко дню рождения Дыши номер 2 приурочили и открытие выставки воспитанников в художественной галерее. На открытие новой экспозиции побывала наша съемочная группа. К этой выставке в школе искусств номер 2 готовились 5 лет. Придумывали и создавали костюмы, рисунки, плакаты, макеты, ролики. Отбирали лучшие из них. В экспозиции можно увидеть работы, сделанные учениками ремесленно-художественных отделений, отделения дизайн, медиа-студии. За 5 лет изменилось достаточно много. Было много детей, сменилось несколько поколений. Здесь есть и работы ребят, которые уже выпустились из нашей школы. Представлены только детские, исключительно детские работы. Мы планировали здесь открыть выставку преподавателей, но, к сожалению, нам не хватило места, выставочного пространства. Центральное место на выставке заняли работы учеников отделения художественной обработки дерева. Это макеты древнерусской архитектуры и мозаика в технике маркетри. Целиком и полностью все эти экспонаты создали дети. Макет Саровского храма Иова Многострадального ребята делали целый учебный год. Первым делом здание нужно было сфотографировать со всех ракурсов. Потом создать масштаб нужный. Если неправильно создать масштаб, то просто такой макет один в один по масштабу построить просто невозможно. То есть мы сидели, все это сделали отрисовки, создавали масштаб и на основании уже этого размеров. То есть начинали уже конструировать. Выставка будет работать до 18 февраля. Затем в выставочном зале детской школы искусств номер 2 откроется экспозиция работ преподавателей. Хоккейный клуб «Саров Инвест» провел очередную выездную игру в рамках высшей лиги чемпионата области. В 11 туре соперниками нашей команды стали хоккеисты из Дальнего Константинова. Наши спортсмены не оставили никаких шансов сопернику и отправили их в ворота 9 шайб. Итог игры 4-9 в пользу команды «Саров Инвест». По итогам встречи саровчане занимают пятую строчку турнирной таблицы областного чемпионата. К другим новостям. На этих соревнованиях все как у опытных спортсменов. Обратный отсчет, виражи на высокой скорости и финишные ворота с электронным секундомером. Первый этап городских соревнований по горнолыжному спорту прошел на горе Глубокой. В нем приняли участие порядка 30 спортсменов, 9 из которых недавно вернулись в соревнованиях в горнолыжном комплексе Хабарская. Дашу Мохову в ее 9 лет вполне можно назвать опытным горнолыжником. Осваивать склоны девочка начала раньше, чем научилась читать и писать. Уже 6 лет она каждый год с нетерпением ждет наступление зимы, чтобы отправиться на горку и покататься. Мне он нравится, потому что он легче, чем сноуборд. И когда я сначала начала кататься, я увидела Лару, как она тренирует других детей и тоже так же захотела. За плечами Даши победа в соревнованиях, которые недавно прошли под Нижним Новгородом. Среди девочек 9 лет она оказалась самой быстрой. Однако, как признала сама юная спортсменка, в какой-то миг она была на грани падения. Я перенесла вес на пятки и у меня нога передняя поднялась, на которую я должна поворачивать. И я отклонилась назад. На один из этапов городских соревнований по горнолыжному спорту приехали ребята в возрасте от 5 лет. Более 30 спортсменов старались преодолеть дистанцию как можно быстрее, показывая тренеру и родителям, чему они научились за недолгий зимний сезон. Трасса была знакома юным спортсменам, но были и свои сложности. В чем сложность? Первый раз идем сверху горы, вот с новой нашей, вернее с этой горы, спортивной. Первый раз эти детки маленькие идут. Все стараются, тренируются, работают. Ну вот я в них верю, должны все дойти до конца. Первый этап городских соревнований прошел удачно. Большинство спортсменов смогли покорить трассу и добраться до финиша. Как рассказала Лариса Караваева, главный судья соревнований по совместительству тренер-ребят, финал городского первенства организаторы планируют провести на большой трассе. Вполне возможно, что это будет в Абзаково, на границе Башкирии и Челябинской области. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.